Саша, а ты можешь назвать какую-нибудь неженскую профессию? Могу. Тележурналистика. А если серьезно? А если серьезно, Юля, ты оглянись вокруг. Эмансипация достигла таких высот, что вы уже не только шпалы и асфальт укладываете, но и в футбол с хоккеем играете. А между тем, Саша, неженская работа на земле еще существует. И я нашла такую. Я же говорил, тележурналистика. Ошибаешься. То, что я смогла найти такую профессию и снять о ней сюжет, как раз и говорит о том, что тележурналистика – это мое. Многие современные девушки считают, что вполне могут обойтись без помощи мужчин. И с любой бытовой проблемой справиться самостоятельно. Так ли это? Мы решили проверить на практике. Добрый день, молодой человек. Скажите, как вы считаете, чего не может сделать девушка без помощи мужчины? Девушка без помощи мужчины? Ну, мне кажется, на самом деле очень много чего она не может делать. Да взять хотя бы гвоздь забить. Мы отправляемся к нашей первой героине. Кристина, вот тебе инструмент. Тебе нужно будет забить гвоздь вот этим молотком и не в хель. Давай. За работой Кристины все время внимательно следит наш эксперт. Олег. Он был уверен, что у Кристины вряд ли что-то получится. И безжалостно критиковал ее работу. Ой, ну ладно, хоть старается, бьет. Всего пять минут, пока бьет. И уже прицелилась к молотку, уже не мажет. Однако у нашей героини все получилось. Правда, без травм не обошлось. По первости было сложно, но я добиваюсь до конца. Я его добила. Но наш эксперимент на этом не закончен. И мы снова отправляемся на городские улицы. Молодой человек, здравствуйте. Скажите, как вы считаете, могут ли девушки обойтись без помощи мужчин? Здравствуйте. Да нет, не могут. А почему? А потому что они, допустим, купят себе машину, даже не могут колеса поменять. Как вы уже поняли, нашей следующей героине предстоит поменять колесо у машины. Открою секрет. Она этого никогда не делала. Хотя теоретически хорошо подкована. Нет, ну очень интересно, как она пытается достать колесо. За гляденьем. Ой, наращенные ногти. Проблемы у нашей героини возникли на первом же этапе. Наш эксперт Сергей, как настоящий мужчина, не смог спокойно наблюдать за мучениями девушки и помог достать колесо из багажника. Дальше начались танцы с домкратом. Приподнять машину без мужской помощи Катя не сумела. Закручиваю я их против часовой, а срываю, по-моему, по... Правильно? В суматохе наша героиня совсем забыла, что должна была справиться с заданием самостоятельно. И с радостью принимала мужскую помощь. У меня просто сил не хватит их сорвать. Снять колесо, хоть и не без мужской помощи, у нашей героини все-таки получилось. Я сделала это. Да, я вижу, ты горда. О, да. Но на этом испытание не закончилось. Теперь новое колесо нужно было установить на его законное место. Но Катерина решила, что это уже мужская работа. Сереж, ну что ты там? Давай быстрее. Со всеми трудностями мы должны справляться вместе. Мужчины должны помогать женщинам, ведь мы же слабый пол. Пока Катя с Сергеем доделывали работу, мы отправились на поиски нового героя. Добрый день, скажите, пожалуйста, как вы считаете, девушка может обойтись без помощи парня? Нет, не может. Почему? Ну, девушки беспомощные в создании. Они даже Windows на компьютере установить не могут. Наша следующая героиня, Маргарита, оказалась специалистом в области компьютерных технологий. И установка различных программ на компьютер для нее дело привычное. Но наш эксперт Алексей все-таки засомневался в ее профессионализме. Есть область занятий, в котором они вполне самостоятельные. Ну, это, например, уборка по дому, приготовление пищи. А по жизни они зависят от парней. Все я сделал. Леш, иди проверяй. Да? Ну-ка сейчас посмотрим. Ну да, кое-что ты можешь. Ну как, убедил? Молодец. Поздравляю. Какими бы самостоятельными не считали себя современные девушки, но без умелых мужских рук им порой приходится туго. А еще без ласкового слова и надежного плеча.